Ой, он горный, блядь! Сборный, блядь! Грохот, крики и нецензурный брань нападающих. Много шума сегодня наделал приезд скандальной группы Pussy Riot в наш город. Эта поездка в исправительную колонию номер 2, в которой отбывала срок Мария Алехина, должна была стать закрытой. Но теперь о ней снова узнала вся страна. А очевидцы с трудом описывают потасовку в Макдональдсе. Понять я, например, ничего не успел, потому что я стоял, во-первых, по водой кассы. И, в общем, это все было, это очень быстро происходило. Да, на видео видно, что я, собственно, сразу после начала нападения, я попытался заблокировать молодого человека. В ответ на что мне брызнули в лицо вот какой-то спиртосодержащий жидкостью, разлили зеленку. То есть я на какое-то время потерял зрение и не мог ничего видеть. Все остальные мужчины, собственно, там было порядка 4 или 5 операторов, видимо, сотрудников центра ЭК, которые просто молчаливо стояли и снимали на камеру. Те, кто был там, уверяют, в девушек летела не только еда, но и железные предметы. А кто-то из шприцев распрыскивал неизвестную жидкость в глаза. Поэтому вместо колонии, где участницы скандальной панк-группы намеревались вновь отстаивать права осужденных, девушки отправились в больницу фиксировать побои. А через несколько часов о наболевшем рассказали журналистам. У меня химический ожог первой степени глаз. У Маши сотрясение головного мозга и рассечение лба. Ей наложили швы. Еще одна девушка пострадала. У нее также ожог глаз первой степени. Нас это совершенно не останавливает. То есть мы можем заявиться в колонию с такими лицами. И это никак не мешает нашей правозащитной деятельности. Сейчас полицейские ищут напавших на Марию Алехину и Надежду Толоконникову. Причем это уже не первый подобный случай. В феврале девушки попытались повторить панк-молебен на Олимпиаде в Сочи. Но казаки довольно быстро остановили их плетками. Сейчас видео с избиением участниц группы Пуссирайт в Нижнем Новгороде в интернете бьет все рекорды. Комментарии противоречивые, но на стороне девушек немногие. Жестко, конечно, но отношения к этим дамочкам резко отрицательные. Каково они не успокаиваются. Большинство интернет-пользователей считают подобные поездки участниц группы эпатажем и самопиаром. А несколько дней назад бывшая сокамерница Надежда Толоконникова и пролила свет на деятельность женщины. Толоконникова тут всем говорила, что никогда не работала и работать не будет. Она придерживается крайне левых взглядов и считает, что человек вообще рожден не для того, чтобы работать. На какие деньги сейчас участницы группы Пуссирайт живут, ездят по городам и возят передачки осужденным? Такой вопрос мы сегодня задали самим девушкам. Мы занимаемся журналистикой, во-вторых, мы занимаемся краудфандингом. Все люди, которые считают, что мы занимаемся полезной деятельностью, они переводят нам на счет эти средства. Если вы считаете, что вы хотите нам помочь, вы тоже можете это сделать. После интервью Мария Алехина и Надежда Толоконникова все-таки попали на территорию колонии и встретились с женщинами, чьи права намерены защищать. Анастасия Даникова, Алексей Сколов, Николай Хлобыстов. Служба новостей. Город.